Саша, там началась война. Саша, там началась война. Саша, там началась война. Моя мама, родители мужа и наша двухлетняя дочь. Они, простите, они дома у нас. У нас большой дом пока еще. Подвал, они в подвале. Мы каждое утро начинали с того, что делаем переключку, что там все живы, здоровы, у кого какие проблемы. Никто не верил до конца, что этот маразматик начнет бомбить мирные городы и всю Украину. Саша, там началась война. Саша, там началась война. Мы хотим к ним лучше с палкой да с родными, чем вдали от них. Вы хотите войнать? Я хочу защищать свой народ, свою страну. Я не хочу войнать. Это разные вещи. Все видят, что Россия немножко на Украине обломалась. Это показали того, что двухлоговый ареол на самом деле обычный курис. У нас очень много родственников в Российской Федерации. И сейчас она им пыталась позвонить и объяснить, что вы делаете. Вы остановите со своей стороны. Они говорят, нет, мы вам пришли помогать. Ребята, какая помощь? Вы о чем? А какой помощь вы говорите? Мы сейчас говорим, что ваши танки едут по нашим домам стреляют, переезжают легковые автомобили и едут и говорит, вы нам так помогаете. Нет, а там вот штора, извините за выражение, но там непонимание. Русули пропагандисты залазы саубров с Украиналим хатуари Ана Макаровач. Из шуле бта нерцет Путин из режим с Руацли, цинь Киевши гамо екца. Привет. Мы си тхутмейтиц ли шуле ахла бунгерщия, да дедаст танк авширзе гамо слоц шезгудули интернет. Повод для вторжения в Украину является идея защиты русского населения на территории Украины. Меня не надо защищать. Мою дочь, которая сейчас в Киеве, не надо защищать. Не надо ее защищать. От кого они говорят, российские СМИ, о том, что в Украине на данный момент одни фашисты, и что они борются с фашизмом. У нас ходила литература, в которой рассказывалось о том, какие мы великие русские арии, что мы чистокровный народ, что все остальное это пришелцы из других стран, а мы истинные жители этой планеты. Понимаете? Мы можем сказать просто про обычную бабушку, грузинку, которая приносит маленький пакет с перекисью и с двумя бинтиками. Она не может купить больше, но она хочет проявить свою солидарность с украинским народом. С одной стороны, кажется, что чем мы можем помочь, стоя там на митинге, как будто бы это не дает никакого результата. Но я с каждого митинга делала какую-то публикацию, и когда мои друзья видят, сколько людей выходит, это такая колоссальная поддержка для них. Они смотрят, и у них есть вера, что их поддерживает другой мир, что есть люди, которые обращают на это внимание, что они выходят и говорят, что мы против этого. Я очень рад, когда это все закончится, потому что я вижу, что сейчас происходит с моим городом. И мне очень хочется это все отстраивать. Мне очень хочется, чтобы все было как раньше. Я очень верю, что все это закончится сейчас. Мы все вместе поедем, отстроим наши города и будем жить как раньше с нашими близкими и с нашими родными.